Игра с китайским клубом вызвала большой интерес болельщиков. На трибунах собралось больше двух тысяч человек. Сокол их не разочаровал. Матч начался в хорошем темпе. Красноярцы не давали спортсменам из Поднебесной времени на передышку. И такая тактика дала результат. До конца первой 20 минутки воспитанники Александра Титова забили три шайбы. Сегодня хорошая игра. Сильно. Именно с китайской командой я второй раз. Просто интересно, как зарубежные играют. В Китае, честно говоря, хоккей не так популярно, как и у вас в России. Но считаю, что в будущем может быть популярнее. Для Китая хоккей и правда новый вид спорта. Примерно половина состава гостевой команды – легионеры из стран, традиционно сильных в ледовых баталиях – США и Канады. Выступают за клуб из Поднебесной и россияне. Отчасти поэтому игроки Хэйлун Дзяна после неудачного начала матча смогли сравнять счет. Ко второму перерыву на табло было 3-3. Рад, что команда проявила в очередной раз характер, сумела вернуться со счета 0-3. Но, к сожалению, где-то вот эта усталость, этот возврат, который нам пришлось делать, очень много сил отнял. И такая ошибка в конце – немножко невезение, плюс, естественно, нападающий отлично Сокола сыграл. В принципе, забрать очко после такой игры для нас – это успех. Главный наставник китайского клуба Михаил Кравец, бывший тренер команды СКА, сам в прошлом хоккеист. По его словам, работать со спортсменами из Поднебесной непросто, так как у многих полностью отсутствует даже опыт игры в любительский хоккей. Однако ребята быстро учатся. Это и показал последний период. 20 минут ожесточенной схватки принесли Хэйлун Дзяну еще одно очко. Но для победы этого оказалось мало. Итог встречи – 5-4 в пользу Сокола. Скажу так, что четвертая игра у соперника – первая игра. Первый период где-то вот на этих эмоциях мы сыграли, а потом, конечно, все потихонечку начало тяжело, тяжело, тяжело. И в третьем периоде прижались к своим воротам. И этот четвертый гол получили. Поэтому я хочу поблагодарить болельщиков, хочу поблагодарить своих ребят, которые до конца сражались. Вся команда молодцы. Увертайме, наверное, да, повезло. Забили. Хорошо, молодцы. Встречей с китайской командой красноярцы завершили домашнюю серию игр. Следующий матч они проведут на выезде 6 ноября с клубом «Химик» из Воскресенска. Сергей Сеславин, Андрей Панкратс. Новости.